Ола, амигос! И сегодня я расскажу вам о двух вещах, которым привели законы, призванные защищать слабый пол от насилия. Ну и как вы уже догадались, если я затронул эту тему, то не все так просто и прозрачно, как можно было бы подумать. То есть, ну, вообще не так, как задумывалось и ради чего. И вот эти законы, написанные в Испании ногами, и в результате привели к таким последствиям, и к таким безумным темам, что вот даже Стивен Фунт бы в бреду такое придумать не смог. Первое, это то, что женщин в стране, где движение феминисток тут во главе планеты всей, и вообще они тут на пике популярности. Так вот, этих самых женщин приравняли к несовершеннолетним и недееспособным. И вы скажете, ну, наверное, речь о том, что вот за насилие над женщин будут наказывать, как за насилие над ребенком. Нет, не угадали. Вот вообще ни разу. И второе, вот это нереальное лобби защиты женщин и наспех, и криво прописанные законы породили целую волну афер, махинаций и возможностей уничтожить чью-либо жизнь совершенно безнаказанно, и при том при полной поддержке государства, и при этом не прилагая никаких усилий, и ничем не рискуя. И вот именно с этого мы и начнем. А вы на канале Испания наизнанку. Подписывайтесь, нажимайте пальчиком вот в этот колокольчик, чтобы не пропускать новых видосов. Ну а мы начинаем! Итак, всем понятно, что трогать женщин нельзя. Ай-яй-яй, харам, ата-та. Но и только конченые могут так поступать, то есть люди, которые настолько низко пали, что уже и дно пробили. Ну и если бы это было всем понятно, то, наверное, эта тема не была бы трендом либо мейнстримом на телевидении в последнее время. Но живу я в Испании, и здесь этот деликатный вопрос ну очень остро стоит. И кроме того, Испания ведь славится своими законами, точнее я бы сказал, она славится тем, как сильно благие намерения перевоплощаются от момента задумки до момента реализации. Ну вы хотя бы вспомните законопроект с окупасами. Ведь изначально этот закон писался и реализовывался для защиты простых граждан от банков. Да, именно от банков. Чтобы эти самые банки не могли выкидывать людей на улицу, если те теряли работы или оставались без денег и не могли выплачивать ипотеку. А по факту получилось, что теперь квартиры и дома захватывают приезжие. Ну цыгане, марокканцы, румыны и прочие сильно нуждающиеся. И выкинуть их оттуда хозяева уже не могут. Я подробно рассказывал об этой теме вот в этом видосе. И вот это и есть тот самый пример того, как можно обосрать всю идею. Ну и вы, конечно, уже догадались, что ситуация защиты женщин от насилия тоже благополучно пошла теми же стопами. Представьте себе ситуацию. Вы приезжаете в Испанию или уже живете здесь. Знакомитесь с девушкой. И девушка это может быть и испанкой, и русской, и украинкой. Да вообще не важно, кто она и откуда. Вы начинаете жить вместе. И вот через какое-то время по какой-то не совсем понятной причине возникает конфликт. И в результате у вас теперь лицо, ну знаете, ну словно бы этим лицом пытались асфальт отполировать. И вот вы звоните в полицию. Ну или кто-то звонит в полицию. Приезжают бравые ребята в форме, видят следы побоев на вас и полное их отсутствие на вашей спутнице. И вот скручивают вам ласты и отправляют в тюрьму на срок до трех дней. Следом вы получаете в зубы запретительный орден, и домой теперь вы вернуться не можете, пока она будет жить там. А будет она там жить? Ну, будет жить, пока вот рассматривается ваше дело. А рассматриваться они могут годами. И, кстати, никого не парит, что это ваша недвижимость, это ваша квартира. И очень быстро об этом станет известно и на вашей работе, которую вы так же быстро потеряете. И теперь самый тонкий момент. Даже если судья не признает вас виновным, вы все равно пойдете в базу лиц, совершивших сексуальное насилие. То есть официально вы как бы свободны. Но это не потому, что вы и пальцем ее не трогали, и вообще даже думать об этом не могли, а потому что против вас не собрали достаточно улик. То есть вот улик, чтобы вас посадить, они не нашли. Но при этом вы остаетесь с клеймом на всю жизнь. То есть вот эта вот тема с презумпцией невиновности, она, знаете, она такая вот эфемерная. И до кучи уже она подает на вас заявление о домашнем насилии. И вот пока оно все идет, государство ей платит по 400 евро в месяц в течение 11 месяцев. А еще по этим делам, по закону, нет наказания за ложные обвинения. И вот через 11 месяцев она снова обвиняет. И опять 11 месяцев по 400 евро. Так вот, оказывается, как выглядит бесконечно вкусный апельсин. Ну, я не очень сумбурно описал картину, как работает тот закон о защите женщин. Давайте я вам укороченную, такую, знаете, лайт-версию дам, ознакомительную. Вот девушку просто запарил ее парень, либо муж. И драмы не было, и побоев не было, вообще ничего не было. Вот просто запарил он ее, и все. Вот, знаете, вот бесит гаденыш. И эта девушка звонит в полицию, и его забирают. Следом идет запрет на приближение, запрет на общение. Зато хата свободна, и бабло от государства капает. А если она еще сможет доказать, что насилие было, отказа, ууууу. А знаете, а для этого даже побои не нужны. Достаточно свидетелей. Притом и мама, и подруга, ну или новый бойфренд пойдут. Я не уверен насчет вот свидетельских показаний от домашних питомцев, хотя, думаю, и это тоже прокатит. И вот уже неугодный мужчина теряет право на опеку над ребенком. Он теряет все имущество. И вот все это после развода уходит к ней. Ну и говоря, все имущество, это значит вот вообще все. Может быть, конечно, трусы оставят. Хотя, если трусы Дольче Габбана, то не факт. И вы же помните, да, что наказания за же свидетельствование по этим делам нет. Ну а теперь к деталям. Ведь, как известно, дьявол кроется именно в них. Есть такое понятие, как домашнее насилие и гендерное насилие. Так вот, домашнее насилие – это простой бытовой конфликт. Ну, конфликт в доме, в семье. Он может быть между кем угодно, там, между бабушкой и внуком, там, не знаю, пряжу не поделили. Либо отец с сыном за приставку поссорились. И если жена избила мужа, и этому есть сто свидетелей. Притом, знаете, по любой причине. Вот храпит, засранится по ночам, или за столом чавкает. Ну, или вот застал он свою благоверную с другим, такой. Дорогая, ну как же так, свет моих очей. А она так, знаете, с кровати вскакивает, берет клюшку номер семь от гольфа и давай охреначить там, почем зря. Так вот, это все будет являться домашним насилием. И статейки там, ну такие, знаете, слабенькие. Ну, вообще ни о чем, короче. А вот если муж бьет жену, и неважно по какой причине, из-за измены, ревности или самообороны, то тогда это семейное насилие автоматически переходит в статус гендерного насилия. И чтобы вы лучше понимали, вот гендерное насилие, это насилие, которое совершается только и исключительно мужчинами по отношению к женщинам. То есть вот в Испании считают, что иначе и быть не может. И вот в ситуации, когда этим законом тут пользуются не редкость. Ну, я, конечно, понимаю, что он может спасти кому-то жизнь и может помочь. Но, может быть, надо было как-то этот вопрос проработать? Может, это, конечно, мое личное мнение, и оно ошибочное, и только мне кажется это все странным и неправильным. Пишите в комментариях, что сами думаете по этому вопросу. Кстати, помните, недавно было тоже такое своеобразное и резонансное дело, когда девушка обвинила в изнасиловании в клубе нескольких ребят. Ну, как нескольких, ну, там полклуба обвинила, и все. И вот состоялся суд, и благо в клубе явилось видео и аудиозапись. И, в общем-то, там было все четко и прозрачно, что она сама этого хотела, и, не знаю, отрывалась сам всеми с кем хотела, как хотела, на каждом углу. И вообще, вот кто вот, не знаю, кто как правильно сказать, ну, ладно, кто как вот под руку попался, вот, с тем и отрывалась. Короче, сорвало девчонке башню, и вот пошла она в отрыв. Ну, утром проснулась, такая жахнула аспиринчика, ну, чтобы головка не болела, и решила подать на них в суд. И дело она это, конечно, проиграла, благодаря вот видеодоказательствам, там, показаниям свидетелей. И как бы все, делу конец, но нет, подруги собрали петицию на сайте вот такой Change.org. И дело открыли вновь, только теперь по обвинению третьих лиц. То есть, не сама пострадавшая подает суд на обидчиков, а люди, которые об этой истории узнали из СМИ. Короче, веселуха у ребят только началась. Ну да ладно, все это, безусловно, печально, но это еще не все. Это мы рассмотрели только один момент, но, как говорится, маразм крепчал. И мы переходим ко второй части марлезонского балета. С недавних пор решение о статусе жертвы передается теперь из судебной сферы в видение соцработников, чиновников, НКО и психологов. И теперь вот эти люди и эти организации будут определять, являетесь ли вы жертвой гендерного насилия или нет. То есть, создаются условия для того, чтобы делать это без заявления потенциальной жертвы, а также без возможности отказаться от этой вот такой, знаете, данной навязанной услуги. То есть, женщину приравнивают сейчас к недееспособным или к несовершеннолетним. Вот это я немножко не догнал. То есть, выходит, она сама не может теперь определить, является ли она жертвой или нет. Как бы это теперь решается не по ее воле и заявлению, а по решению третьих лиц. По доносу, наговору, там, я не знаю, доброход прошел, вот решил, что оно так. Вот, не знаю, там, шла старушка мимо, услышала крики, вызвала полицию. Приезжает полиция и говорит, вы арестованы за гендерное насилие. А ваша жена такая, блин, а вы о чем вообще? А у нас есть свидетель, что вы орали от боли. А, ну да, только это как бы не я, это вот мы сериальчик смотрим. А они такие, вы знаете, девушка, а ваше мнение нам не важно. Сказали насилие, значит насилие. Ну, я как-то, честно говоря, теряюсь, что тут сказать. Это такая вот некая параллельная реальность, что ли? Кстати, не так давно, вот, похожая тема была в Италии, только с детьми. Когда решение об изъятии детей из семей передали НКО и чиновникам. И вот итальянской прокуратурой были возбуждены уголовные дела в отношении 27 человек. Включая детских психологов, социальных работников, а также мэра города Бибиано. И вот их подозревали в сговоре с целью незаконной наживы. И вот эти друзья очень быстро поняли, как можно на детках деньги зарабатывать. Они уговаривали детей признать, что те являются жертвами сексуального насилия от родителей. И вот открылся такой чудный бизнес. Детишек изымали, финансирование увеличилось. А до кучи детишек этих еще и перепродавали в семьи, которые очень хотели детей, но не могли. В общем, шел такой чудесный бизнес по перепродаже детей и разрушению семей. И окрестили это дело, как ангелы и демоны. И в конечном счете всех этих людей за задницу, конечно, взяли. Но сколько они дел-то натворить успели? Но я думаю, каждый получил достаточно пищи для размышления о том, как благие намерения порой приводят к весьма странным и непонятным результатам. Любите своих женщин, не обижайте их, ну и не провоцируйте. Ну а вы были на канале Испания наизнанку. Если вам понравился видос, ставьте лайк. До новых встреч. Пока.